Всех приветствую на канале Намбо Пути. Меня зовут Дмитрий, я из города Красноярска и веду свой блог уже несколько лет по дальнобой. На этом канале вы можете посмотреть ролики про эффективную эксплуатацию автомобилей Scania, Mercedes, как эффективно управлять фурой и экономить на расходе топлива. География маршрутов по Российской Федерации, с вас подписка, с меня контент. Всем удачи на дороге. Ну что, поехали. Что, ребят, сидим, короче, выгружаемся. Вот так вот стоим. Сетку-рабицу, короче, он туда выгружает. Ну что, как там наш котяра? А, котяра? Как дела? А? Спать не дает с утра. С шести утра давай, блин, мявкать, орать. В туалет сходил. По запаху я почувствовал, что пора вставать. Ха-ха-ха-ха. Покормил его. Все равно мявкает. Мявкал-мявкал, пока я, короче, не встал. Я встал, он вон на второй спальник завалился. И все, и там валяется, кайфует. Уже везде облазил. И в этот залез с когтями он зацеплялся. Вон, смотрите. Собака такая. Вон тоже, видите. В общем, блин, кот в машине, это, конечно, не дело. Ну и вообще, в принципе, животные. В этот шкаф уже пытался залезть. Повис. Короче, царапался, царапался. Пизданулся туда. Все просыпал. Короче, история с ним веселая будет. В общем, не дает соскучиться. Тут тоже вон царапки, блин, от когтей. Я уже ему так поставил, откинул спинку, чтобы он сюда залазил и отсюда. Ну, шторки вроде пока ничего не цеплялся за шторки. А вот по обшивке, конечно, когтями он, блин, цепляет. Ну, ничего, надо выручать, да, хозяина. В общем, это нашего коллеги кот с Екатеринбурга. Парень, слава, у него умер отец. И вот он на самолете отсюда с Якутска полетел домой. Ну, соответственно, у кота нету ни прививок, ни паспорта, поэтому в самолет его взять никак нельзя. Пришлось нам его приютить. Вот сейчас вывезем его с Якутии и от Невера уже мы пойдем на восток. Ну, а Рокки, Рокки зовут кота. Его с кем-нибудь отправим до Екатеринбурга, либо до Челябинска. Там уже, ну, кто сможет, так скажем. Ты что делаешь? Нельзя так делать, нельзя. Нельзя. Ругаться буду. Нельзя. И что там, блин? Не кастрированный еще, блин. Ну, вроде не метит, ничего. Он молодой, я так понял. Вот, как-то так. Короче, вчера нас не выгрузили. Сегодня вот только после 9 часов 10 поставили. Начали выгружать. Вот туда часть груза выгрузили, в ворота. Сейчас вот переехал сюда. Сейчас сетку рабицу выгрузят и потом к контейнерам подъезжать будем. Туда, короче, дальше отправлять. Сижу на кондюре, потому что мошкара мелкая. Только окна открываешь, все, сразу, блин, полная машина мошки. Ну, ничего, он так прохладненьким дует. Что у нас на улице? Двадцать два с половиной на улице. В салоне двадцать четыре. Ну, это вот здесь. То есть, в принципе, дует прохладным. Но то, что кондиционер горит АЭС, это ничего вообще не значит. То есть, кондиционера здесь нет. Чисто стояночный. И у нас сейчас проблема такая начала выскакивать. В общем, я его запускаю. И он стоит, если не в транспортном положении, у нас зарядка не идет. То есть, газую, зарядки нет. Ну, вот если ошибка вот эта горит, которая... Желтый такой сигнал, что типа не в транспортном положении автомобиль. Не пойму, что за фигня. Короче, вот я его запустил, получается, уже два раза вот так было с утра. Сейчас вот отсюда буду отъезжать. Тоже сразу камеру включу, чтобы вам показать. И вот пока у меня не в транспортном положении, он... Вот эта штука у меня пикет, начинает пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип-пип. Двадцать четыре с копейками. И все, блин. И вот газуешь-газуешь, бесполезно. Потом, получается, на кнопку нажал, в транспортное положение его поставил. То есть, на пульте вот эту кнопочку. Два раза ее чик-чик. Нажал он в транспортное встал, и все, и зарядка пошла. Что за глюк? Непонятно, блин. В связи с чем такая фигня не было. Не было такого. Либо где-то что-то по этой дороге. Провода там какие-то, может, перетерлись. Или что-то где-то, короче. Ну, не знаю. В общем, надеюсь, что проблема эта больше не будет выскакивать. И непонятно, с чем она связана. Ладно, что. Сидим, чай пьем. Завтракаем. Тут все нормально у нас. Пока. Блядь, фильдер что ли заодно. Продуть сейчас. Сейчас, наверное, поеду продуть. Вот так вот, короче, стали мы. Эту арматурную сетку выгружают. Крышу, ребята, открыли. Для того, чтобы не жарко было, это раз. И второй момент. Ну, чтобы там не ползать. Просто нормально ходить. Брязно, пипец, конечно. Аккуратно надо трогаться, не сломать. Сейчас я, наверное, лапу подниму, чтобы рецепт ровно стоял. Води, дерь. Короче, попросили вперед маленько сдать. Видите, нет зарядки. Что-то ему надо. Все, тормоз нажал на педаль тормоза, пошла зарядка. Что за фигня. Дрога будет. Поздоровайся с подписчиками. Что это такое? Ну-ка понюхай. Короче, нас все еще выгружают. Пока время есть, хочу приторжать. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok что подписался передавайте привет из солнечной якутии хоть ветерок парни короче уже загрузились выехали булат имею ввиду булат и лёха я тоже грузится уже сегодня точно стартанет эти крышу открыли чтобы там не дух не душно было ну и удобно таскать ходить грязный грязный грязь у нас с проводки проблема что-то я чувствую где-то что-то перетерло где-то что-то косяк пыль ищем